Фильмы и сериалы мы можем смотреть не только ради собственного удовольствия и эстетического наслаждения. Мы можем их использовать в качестве таких визуальных учебников, профессиональных методичек. Именно с этого ракурса мы с вами сегодня посмотрим небольшой фрагмент сериала The Newsroom. Отдел новостей, служба новостей по-разному переводит на русский. И мы с вами погрузимся в кухню телевизионных прямых эфиров и трансляций. Если вы работаете в газете или на сайте, не спешите выключать этот ролик, думая, ой, в телеке все по-другому. Я вам смогу подсказать, как те навыки и компетенции, которые проявляют герои нашего сюжета, могут быть адаптированы для работы на любой медиаплатформе. Неважно, крупная у вас редакция или небольшая, неважно, опытный вы журналист и редактор или только начинающий, мы с вами сможем найти полезные советы и полезные лайфхаки в этом сюжете. Итак, здесь на стикерах я отметила ключевые моменты подготовки телевизионного сюжета. Далеко не все то, что происходит в мире, становится новостями или основой для журналистских материалов. Даже в редакциях очень часто происходят споры, что должно попасть в обзор, что станет частью повестки дня, а что останется за кадром. Давайте посмотрим. Что случилось? Два звонка с интервалом в пять минут. Первый был от друга из лондонского офиса БиПи. Он сказал, что сидит на совещании, и там не знают, как заткнуть скважину. Господи. Нефть все еще вытекает? Да, испугающей скоростью. Первая оценка показывала почти 30 тонн в час. Мой человек говорит, что скорее тонн 300, но может дойти и до 800. Чем эта скважина отличается от других? Глубиной. Скажи ему про давление. Глубоководный горизонт назван так не зря. Они бурили на глубине 5 километров под уровнем моря. Это опасно? Берем большой каньон, делаем в три раза глубже, наполняем его водой и вне сверлим дырку. Не стоило выдергивать гвоздь из планеты, но так оно и вышло. Откуда ты это знаешь? Ты же наш айтишник. Я не айтишник, я пишу ваш блог. Ты это серьезно? Мне кажется, мы в первых часах очень громкой истории. Да нет, у меня есть блог. Сейчас не время. Откуда ты все это знаешь? В школе я делал модель вулкана. Я тоже не знала, что могла чему-то научиться. Эта история начинается с небольшого сообщения. Буквально пара предложений в ленте информационного агентства. В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе. Главному редактору и продюсеру, людям, которые ответственны за отбор событий в новостной выпуск, этих буквально микрофактов недостаточно для того, чтобы принять решение. Мы тратим эфирное время на эту историю, либо не тратим. Поэтому очень важна конкретика, очень важно умение быстро находить факты, быстро понимать, как эта платформа отличается от всех остальных, какие могут быть сценарии развития событий, какие последствия и какое количество людей может быть затронуто этим происшествием. И здесь вот очень часто бывает, что абитуриенты, студенты, начинающие журналисты спрашивают, зачем нам история, зачем нам география, физика, зачем мы должны в этом во всем понимать, ведь мы пришли в журналистику, чтобы видео снимать или тексты писать. Вот как раз здесь и проявляется, почему важен вот этот кругозор, почему важно понимать, как устроены те или иные сферы жизни, для того, чтобы уметь сортировать и предугадывать влияние того или иного события на жизнь людей. И вот эта история про делание вулканов в школе и понимание вопросов давления и чем отличаются глубоководные эти месторождения от обычных, как раз и позволила, добавила определенные аргументы на чашу весов, почему за эту историю эта редакция взялась. Едем дальше. Оба моих человека называют причиной взрыва неподходящий цементный состав, но вот какое дело. Халли Бёртон тестировал цементный состав, и тесты показали, что он не выдержит. Матерь Божья. Ага, подожди-ка, Матерь Божья, мне нужно знать, кто твои источники. Попробуй другую тактику. Что за должность у парня в БП? Достаточное для совещания, я не говорил, что это парень. Вообще-то говорил, он на них за что-то зол? Нет. Как ты ищет парня в Халли Бёртон? Я не говорил, что это парень, но пусть будет так. Он надежен, как танк. И инженер БП был моим соседом в колледже. Он младший, вице-президент, работает там год. И откуда мне знать, что это не Деза от Джеймса Акифа, который я и выдам в эфир ему на потеху? Кто у тебя в Халли Бёртоне? Старшая сестра. У нее степень в машиностроении, и она голосовала за Маккейна. То есть ты говоришь, что два человека с интервалом в пять минут решили сдать своих работодателей? Знаю. Просто повезло. И часто тебе так везет? Сегодня первый раз. Откуда у журналиста появляются источники информации? Ну вот в данном сюжете вы увидели, что один из источников – это сосед по колледжу, бывший сосед по колледжу, и второй – это старшая сестра. То есть далеко не всегда источниками информации являются люди, которых мы встретили, и с которыми мы познакомились на профессиональной основе. И журналисты – это люди с очень широким кругом общения, люди с искренним интересом к жизни и к деятельности других людей. Мы поддерживаем связи, мы отслеживаем карьерный рост тех людей, переход из одной организации в другую. Мы интересуемся тем, как устроена жизнь наших источников информации. Мы выстраиваем доверие между нами и людьми. Источники информации – это в первую очередь люди. И вот этот уровень доверия позволяет им рассказывать нам больше, чем это возможно было бы сделать в публичном поле. Иногда источники нам что-то рассказывают просто для нашего понимания. Мы не можем на них сослаться, мы не можем использовать информацию, которую они нам предоставили. Но эта информация важна нам для понимания то, что происходит, и какие последствия у события могут быть. Поэтому если вы боитесь людей, если вам люди неинтересны, если вы испытываете большой страх в коммуникации и в необходимости быть открытым для контактов, вам будет достаточно тяжело в журналистике. Хотя есть некоторые сферы, которые позволяют вам, например, сконцентрироваться на работе с документами. Но в любом случае добываем истории и разбираемся, что значит события, как они влияют на жизнь, конечно же, общаясь с людьми. Поэтому журналистика – это в первую очередь такая открытая коммуникационная профессия. Будьте к этому готовы. Едем дальше. Сейчас же. Это Гарри Купер из «Вечерних новостей». Спасибо. Я хотел бы поговорить о недавнем законопроекте. Включение 8.20. Мы проведем включение прямо с поста береговой охраны. Это Джим Харпер. «Вечерние новости» ACN. Мы готовим репортаж о нефтяной платформе MBP «Подводный горизонт», которая только что взорвалась. Маргарет Джордан из «Вечерних новостей». Нам нужен комментарий от Агентства по защите окружающей среды по взрыву нефтяной платформы. Визите его на студию в Новом Орлеане. Простите, вы не подождете? Спасибо. Привет, Майк. Это Тесс Уэстин из «Вечерних новостей». У нас целый часовой выпуск о взрыве. Очень нужна твоя помощь. Ты на громкой связи. Тут я, Маккензи Маккейли. Джим Харпер. Джим Харпер. Маргарет? Да. Поможешь? Правительственное агентство по управлению минеральными ресурсами проводит какой-то надзор над шельфовым бурением. Я про них ничего не знаю. Сделаешь по ним выжимку? Конечно. Я сам сделаю. Я справлюсь. Не ты одна тут с преданностью. Я здесь, я никуда не ухожу. Я справлюсь. Справишься? Майги, нельзя все просто скатать с Википедии. Он прав. Я не собиралась. Она ассистентка Уилла. Я помощник продюсера. И давно? Уже часа два. Это здорово. И вы мне мешаете. Пожалуйста, решайте, кто мой начальник. Но не мешайте мне все сделать, как надо. Держи. Представьте, что этот сюжет раскручивал один человек, а не команда, которую вы сейчас увидели. Сколько времени понадобилось бы, чтобы созвониться со всеми этими экспертами, договориться с ними и собрать с них комментарии и дополнительную информацию. То есть, почему много людей работает над горячими темами? Как раз для того, чтобы разделить, делегировать различные задачи. И каждый берет на себя какого-то одного эксперта, либо какое-то направление. Ну, вот в данном случае кто-то с крупными источниками информации разговаривал, кто-то звонил в надзорные органы, кто-то связывается с компанией, кому-то нужны очевидцы, и он организует съемку ближе к месту происшествия. То есть, в данном случае, вот это умение команды взять каждый себе маленький сегмент работы и запараллелить эти процессы, это то, что важно не только в телевизионных новостях и в любой редакции, когда вы работаете над какой-то горячей темой. Это значит, что до того, как происходит что-то такое внезапное, крупное и большое, ваша редакция должна быть тренирована. Каждый журналист, каждый редактор должен знать, что значит договориться с экспертом. У вас должна быть общая база контактов, чтобы вы быстро могли находить нужные телефоны, нужные имейлы, телеграм-аккаунты и так далее. То есть, умение структурировать свою работу и вам лично, и вместе согласовано в команде, это то, что делает редакцию сильной, быстрой и успешной. Смотрим дальше. Доктор Джеймс Моррис в МАИТ и доктор Марвин Хэсбург в Стэнфорде. Зови того, кто первым ответит. Охрана окружающей среды готова говорить? Ждем комментария БиПи. Можешь позвонить в Белый дом? Да. Звони. Халли Бёртон тут при делах, поезд ушел. Джоуи, подтверждены пока трое, но ты готовь всех пятерых. Ясно. Три гостя будут точно, от двоих ждем ответа. Для того, чтобы нам объемно рассказать о событии, показать его с разных сторон, нам нужны эксперты, специалисты, которые могут концентрировано, понятно и достаточно быстро прокомментировать произошедшее. И, собственно, вот этих экспертов приглашают редакторы, продюсеры и корреспонденты. Заметьте, вот девушка подходила и ведущему отдавала листочек и показывала, что есть три, с которыми точно договорились, а двое в процессе. То есть, с таким запасом делается, а дизайнеру, который отвечает за титры, она отдает список из пяти экспертов, чтобы титры были заранее приготовлены. И в случае, если эксперт согласится, то можно было бы быстро в прямом эфире включить титр, фамилия, имя и должность. То есть, это тоже вот такой вот навык, часть функционала, то, что необходимо сделать. Это не делается автоматически, это магическим образом дизайнер не знает, как титровать того или иного героя. То есть, это тоже часть работы, которую выполняет журналист, корреспондент и редактор. Смотрим дальше. Сценария нет, на телесуфлёре пусто. Работать без суфлёра – его стихия. И эфир. Готовься, Джо. Экстренные новости. Возможно, крупнейшая экологическая катастрофа со времен урагана Катрины и аварий на танкере Аксенвадис произойдёт в Мексиканском заливе и загрязнит наши берега. Около двух часов по восточному времени нефтяная платформа подводный горизонт компании British Petroleum загорелась в 80 километрах от Венеции, штат Луизиана. Посмотрите, эта подводка, начало экстренного выпуска, отвечает на ключевые вопросы, которые волнуют людей, когда они сталкиваются с каким-то важным сообщением. Что случилось, где, когда, почему это важно, как это меня затронет. И буквально вот в одном абзаце, в лиде, в подводке ведущий на эти вопросы отвечает. Таким образом, он даёт возможность аудитории, зрителям решить и с помощью, допустим, инфографики, карты, которую мы видим, понять, насколько далеко или насколько близко человек, зритель находится к месту происшествия. То есть в данном случае вот это вот ядро новости, кто, что, где, когда, как, что случилось, что сделали, это является неотъемлемой частью любого информационного сообщения, но не исчерпывается. То, что мы сейчас, к сожалению, видим в наших лентах новостей, это в основном вот эти вот полуфабрикаты, просто зёрна, кто, что, где, когда и всё. Но новостью это сообщение делается с помощью экспертов, с помощью бэкграунда, помещение в контекст, объяснение, почему это важно, значимо, обозначение алгоритмов действий, поиск ответственных и поиск ответа на вопрос, почему это случилось и к каким последствиям это может привести. Вот это целиком делает происшествие новостью, а просто сообщить, кто, что, где, когда случилось, это вот только маленькое-маленькое зерно, с которого всё начинается, но им не исчерпывается. Семь членов команды эвакуированы в местную больницу. Они до сих пор в критическом состоянии, а береговая охрана уже пять часов ведёт спасательную операцию в надежде отыскать 11 пропавших членов бригады. Наш выпуск начнёт Шерри Стоун с поста береговой охраны в Баттон-Рош. Шерри? Спасибо, Уилл. Береговая охрана. Так, потом будет контр-адмирал береговой охраны Лоретта Хилл. После трёх часов по восточному времени. Вы видите, да, корреспондент выезжает максимально близко к месту событий, и оттуда делается прямое включение. И в первую очередь необходимо сообщить о людях. Зрители в первую очередь должны знать о тех, кто пострадал, и что происходит именно с людьми в зоне этого происшествия. Потом будут ответственные люди, потом будут всякие начальники, чиновники. В первую очередь мы сообщаем о людях. Пропавший без вести лишь верхушка айсберга. Нашей программе эксклюзивно стало известно, что руководство компании BP не знает, как ликвидировать утечку, расположенную в пяти километрах под заливом, из которой сейчас вытекает 370 тонн нефти. Уверен на экране вы бы хотели видеть какое-нибудь заявление. Все наши мысли и молитва сейчас семьями пропавших. Я его устрою, но еще мне нужно заявление, что на данный момент вы не знаете, чем заткнуть скважину. У вас 25 минут. Обратите внимание на слова ведущего. Нам эксклюзивно стало известно, что. Откуда мы это знаем? Источник информации в нефтяной компании сообщил продюсеру. Продюсер оценил надежность источника и верифицировал эти данные, получив информацию из другого какого-то источника, чтобы сопоставить и сравнить. И дальше в тот момент, когда ведущий новостей произносит это, уже он и телекомпания начинают нести ответственность за озвученные факты. Именно поэтому очень важны надежные и крепкие связи между журналистами и источниками информации. Именно поэтому важно проверять и перепроверять. Потому что в тот момент, когда вы публикуете, вы что-то пишете или что-то произносите в эфире, вы уже начинаете нести ответственность за то, что вы сказали. Вы как автор, редактор, который пропускает эту информацию в эфир или в печать, и бренд, то издание, то СМИ, под шапкой которого вы публикуетесь. Именно поэтому верификация для профессии чрезвычайно важна. Вы несете ответственность за каждое слово, которое вы написали. И второй эпизод в этом фрагменте, где продюсер разговаривает с пресс-секретарем или пиар-менеджером нефтяной компании. Посмотрите, какую активную позицию он занимает. Он определяет тайминг, он говорит в обмен на какую информацию готовы опубликовать, зачитать в эфире официальное сообщение. То есть это не позиция, когда мы ждем, что нам что-то сообщат, а мы запрашиваем информацию, мы устанавливаем рамки и границы, потому что мы отвечаем за тот эфир, который ведем. Доктор Моррис, это Нью-Йорк. Вы нас слышите? Хорошо. Ваш выход через две минуты. Спроси, почему нет плана на случай форс-мажора? Почему нет плана? Нэнси, зачем бурить скважину на глубине 5 километров, если у нас нет технологий, чтобы справиться с настолько предсказуемой катастрофой? Смотрите, что здесь происходит. У ведущего есть наушник незаметный, через который продюсер с ним общается, подсказывает вопросы и говорит о том, кто будет следующим в эфире, чтобы у ведущего было несколько секунд, чтобы подготовиться. И заметьте, тот вопрос, который она задает, ведущий переформулирует так, чтобы он выглядел как часть беседы с экспертом, который уже ведется. И вот человеку со стороны, продюсеру на пульте, либо режиссеру, в зависимости от того, в разных телекомпаниях по-разному этот процесс устроен, ну вот человек, который на стороне режиссерского пульта ведет программу, ему виднее, какой ритм, где нужно сделать его более интенсивным, более быстрым, где нужно разговор перевести в другую сторону. Таким образом, взаимодействие между продюсером или режиссером и ведущим в студии должно быть очень-очень крепким. И вот это взаимопонимание, уважение, определенные ритуалы, определенные знаки, которые подаются так, чтобы согласованно вести этот эфир. Вот эта вот работа в команде, это то, чему тренирует телевизионная журналистика, и особенно тому, чему тренируют прямые эфиры. Едем дальше. Есть, и кажется, даже больше. За мной. Иду. Заметки. Спасибо. Доктор Джеймс. Наконец-то. Что из агентства по управлению минеральными ресурсами? Это не агентство, это служба. СОМР. 56 инспекторов контролируют процесс на 3500 платформ, 3500 и 531 скважины в заливе. Это не из Википедии, из Министерства внутренних дел. 56 инспекторов на 35 тысяч скважин. И это не все. Реклама. 90 секунд. Комментарий от БиПи? Стой. Инспекции должны проводиться ежемесячно, но горизонт проверяли лишь 9 раз в 2009 и 6 в 2008. Что дальше? Подожди. Последнюю инспекцию провел Эрик Нилл 20 дней назад. Его отправили одного, несмотря на то, что он только начал учиться на правительственного инспектора Буравы. Ты это серьезно? Это там не комментарий от БиПи? Боже, кто-нибудь приложите его электрошоком. 30 секунд. Чего бы я только не отдала, лишь бы пустить его в эфир. Пожалуйста. Что? Он на линии. Вон лампочка моргает. Мэгги, я веду тебя по магазинам. Зачем мы охотимся, особенно когда мы говорим о горячих новостях? В первую очередь мы охотимся за героями сюжетов. За теми людьми, которые непосредственно вовлечены в ситуацию, которые могут опровергнуть факты, либо их подтвердить, либо дать какой-то неожиданный новый ракурс тому, о чем мы рассказываем. В данном случае у нас есть герой на связи, который под своим именем сам может рассказать о том, что он проводил инспекцию этой конкретной платформы, с которой сейчас происходит это происшествие. И мы находим новый ракурс, что это не просто взрыв, не просто какая-то технологическая катастрофа, а то, что контролирующие органы, которые отвечают за инспектирование этих нефтяных платформ, они организовали такую нагрузку на своих инспекторов, которая не позволяет эту качественную оценку и качественный контроль проводить. И это добавляет совершенно новый ракурс в эту историю. Мы уже говорим на нескольких уровнях и о бедствии, о тех людях, которые либо погибли, либо пропали во время взрыва. Дальше мы говорим про экологический слой, дальше мы говорим про технологический. Может компания закрыть эту скважину или может закрыть. И в следующем уровне мы уже рассказываем о том, насколько качественно работают контролирующие и надзирающие органы. Почему для репортера, для корреспондента важна быстрая реакция и умение быстро находить и верифицировать информацию? Потому что от этого зависит, насколько точный и насколько конкретный вопрос вы сможете задать либо эксперту, либо герою вашего сюжета. Вопрос «Расскажите, что происходит?» или «Расскажите, почему это случилось?» он очень общий, очень такой расплывчатый. И не всегда вы получите адекватный ответ. Чем большее количество фактов у вас есть, чем более конкретные вопросы вы можете задать, тем более насыщенный и спрессованный такой качественный сюжет вы получите. Уилл Сушернер, в минеральных ресурсах острая нехватка людей. Господи. И он... Давай цифры. И я? Цифры ему дайте. Давай. Так, 56 инспекторов. 10 секунд. 3500. У нас на связи Эрик Нил из службы управления минеральными ресурсами. Спасибо, что присоединились, мистер Нил. Я очень... Спасибо. Вы подтверждаете, что у СУМР 56 инспекторов в районе залива? Да, это так. И у них под надзором 35591 скважины? Да, это так. То есть по 635 на инспекторы? Возможно ли тщательная проверка скважин при таком количестве инспекторов? Наш бюджет ограничен. До инспекции 1 апреля сколько проверок было у вас за плечами? Ни одной. Ни одной. Не считая обучения. И сколько вы обучались? Четыре месяца. Спасибо большое. Эрик Нил из службы управления минеральными ресурсами. Обратите внимание, что ведущий задает вопросы, ответы на которые, по идее, корреспондент и редакция уже знают. Но нам важно, чтобы эту информацию подтвердил сам спикер, чье имя мы показываем на экране и чей голос мы слышим. И смотрите, что в этом сюжете ведущий не обвиняет этого человека. Все вопросы абсолютно информационные. Так ли это? Столько ли инспекторов? Такая ли нагрузка? Можно ли проводить это качественно? То есть нет никаких выводов. Есть просто запрос информации. Но так как корреспондент добыла и записала, это очень важный навык, которыми далеко не все журналисты владеют, и записала конкретные цифры, конкретные факты, так как вот эти все вопросы основаны на конкретике, а не на абстрактных обсуждениях, то, собственно, и сюжет получается таким насыщенным и наполненным конкретной информацией. Очевидно, это только начало. Мы будем следить за развитием событий. Прямо сейчас Терри Смит с репортажами с Конгресса. Я Уилл МакЭвей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, это такая редакция мечты. Конечно же, в реальности все далеко от этой картинки. Но этот сериал в целом и вот эта кухня профессии, которая в этом сериале показана, это некий повод для размышлений, для профессиональных дискуссий, а как мы хотим, чтобы и внутренняя работа, и статус журналистики развивался в современном обществе. И вот обратите внимание, когда в конце закончился эфир, почему люди аплодируют? Потому что очень много усилий, очень много энергии было вложено, чтобы оперативно, быстро найти факты, найти экспертов, связать это все в историю в течение одного часа этого экстренного эфира. И вот такое освобождение, выдох после интенсивной работы, собственно, и рождает вот эти аплодисменты. Телек — это штука, которая очень такая магнетическая. Люди, попадающие в телевидение, особенно в такое информационное насыщенное телевидение, оттуда с трудом уходят. И вот эта энергетика, она в этом сериале очень хорошо показана. Всячески рекомендую посмотреть и остальные серии тоже. И обратите внимание, когда поворачивается и смотрит на ленту информагентства, вот эта новость про нефтяную платформу до выхода в эфир, она была оранжевая, то есть желтый, такой значимый, но еще непонятно, значимое событие или нет. Оранжевый — повышение такой актуальности. И красный — прям типа горячие-горячие новости. После того, как редакция рассказала это с разных сторон, на ленте информационных агентств цвет меняется на красный, и это уже становится для всех значимым большим событием, которому будет посвящено много разных сюжетов. В этом тоже очень значимая ответственность тех людей, которые работают в новостях и особенно в телевизионных новостях, работающих на большую аудиторию. То, что вы говорите, то, какие темы вы выбираете, то, какие акценты вы расставляете, оказывает влияние на информационную повестку всей страны и всего сообщества, на которое вы работаете. В этом ответственность журналистов, редакторов и продюсеров.